Молодая гвардия сильно меня подставила, прежде объясню, но подставила в хорошем смысле, подставила под Сталина, но перед этим я написал биографию Столыпина, биографию белогвардейского генерала Александра Кутепова, в войсках которого воевал мой родной дедушка, кстати, потом биографию царского генерала Александра Васильевича Самсонова, герой Первой мировой войны, потом мой старый товарищ Юркин Валькин Федорович говорит, а не написать ли тебе биографию Сталина? Я говорю, да что ты, это неподъемно, ну подумай. Я стал советоваться, я посоветовался прежде всего со своими жившими тогда родичами, фронтовиками, потом посоветовался со своим земляком, другом, генералом армии Бабковым, первым замом Андропова, представителя КГБ, в 17 лет добровольцем пошел на хрон, потом посоветовался с приемным сыном Сталина, Артемом Федоровичем, Сергеевым, а он воспитывался в семье Сталина, ровесник Василия Сталина. И они все говорят, берись, потому что ты это сможешь. Ну ладно, я взялся. Я писал четыре года это все. Молодая гвардия меня снабжала литературой. Вдруг звонок Юркина. Я говорю, привет, как? Вот у меня такая-то книжка по теме. Вот у меня Бжезинский. Совершенно широкая палитра. Какие-то книги я знал, какие-то он предлагал, даже у меня остались, я зажилил. Но это обычное дело. И в результате я понял следующее. Сталин – это совершенно не случайная фигура в российской, в русской, в советской, в имперской, в любой другой истории. До Сталина аналогичные герои были. Ну, прежде всего, Иван Васильевич Грозный, который государственную политику совершенно по-другому вел. Потом Петр Алексеевич Романов, Петр Великий. В какой-то мере, ну, тоже очень серьезный, Екатерина Алексеевна Великая. Вот. И фокус в том, что и в мире таких вот реформаторов, которые в разных, так сказать, условиях, ну, вместе с тем в критических, потому что половина населения и до сих пор, как всегда, живет в прошлом. И мы живем в прошлом, потому что, как Чехов говорил, русские любят прошлое, не любят настоящее и боятся будущего. Не все с этим согласятся, но, в принципе, не русские, любые другие люди, они опираются на что? Они опираются на свой опыт. А где их опыт? Это в прошлом. Это про опыт их собственных, родителей, дедов, прадедов. Лев Николаевич Толстой, который был большим доком по этой части, он в финальных главах «Войны и мира», которые обычно философских мало кто читает, написал «Царь-раб истории». В этом плане любой царь, любой человек, который хочет что-то понять, он является рабом истории. И мы тоже, и я, как письменник, как литератор, в этом плане стал рабом Сталина. Не в том смысле, что я считаю, что его гением всех времен и народов, безоблачным, так сказать, ангелом и все такое. Сталин такой же грешник, как каждый руководитель государства. Потому что руководитель государства не должен и не может руководствоваться судьбой одного единого человека. он руководствует совершенно другими принципами. И государство, как таковое, оно создано народом или народами государства для того, чтобы защитить эти народы. А для того, чтобы защитить, значит, опираться надо на какие-то ресурсы. А где эти ресурсы берутся? В самом народе. И сегодня у нашего руководителя очень сложное положение. Почему? Потому что есть два локомотива, которые по этим рельсам идут. Это локомотив первый народ, второй локомотив государственная элита, которая понимает, что делать или кое-что понимает. Но, тем не менее, осуществляет это движение. И очень часто или подчас вот эти два локомотива немного с разными скоростями идут. Сталин, возвращаясь к нему, он включил на полную мощь этот локомотив. Тим, кто мешал? Революционная аристократия. Революционная... В борьбе с Троцким, экономист, член политбюро, он считал, что нужно двигаться в социализм, как говорил, на крестьянской лошадке. Крестьянская лошадка – это темпы совсем другие. Значит, Вторая мировая война, которая надвигалась в результате незавершенности задачами Первой мировой войны, как фельдмаршал Фош французский сказал, это не мир, Парижская мирная конференция 19-го года, это перемирие на 20 лет. В общем, он угадал, потому что перемирие тоже... И Сталин говорил в 1931 году, или мы этот путь пройдем за 10 лет, или нас сомнут. 31-й, 41-й, 10 лет как раз. И то мы не полностью прошли этот путь. Говорят, что Сталин не был подготовлен к войне, страну не подготовил. Ну, в принципе, это неправда, недостаточно подготовил, потому что армия мобилизационная, полная, отмобилизована, только стала создаваться с сентября 1939 года. До этого она была кадрирована. Что такое кадрированная армия? Значит, офицерский состав полный, несколько, там, десятков или сотни человек рядовых обслуживают его, остальные должны быть призваны во время войны, призваны, значит, на службу. Но война уже должна была быть технической, технологической. Война моторов, там совсем другое. И Сталин планировал, что война должна начаться по его раскладам и по предложениям, так сказать, самой экономики советской в 1943 году. Поэтому и заключал договоры, пытался оттянуть это все. А немец, то есть, немецкая, гитлеровская Германия, они поняли, как Гитлер говорил, у нас нет времени. И потому что Сталин наберет сил, и он нас сомнет. В общем, конфликт, который очевидный. Мы сейчас видим, что прислушивается к силе. Результат был, двухтомник вышел. Причем, мне заказывали однотомник в серию Жизею. Ну, писатель разогнался, написал два тома. Что делать? Ну, молодая гвардия в лице Юркинского. Да издадим два тома. Издали два тома. Потом говорят, сократи наполовину до одного тома. Ну, там тысячу страниц сократили до одного тома. Ну, мудрые китайцы, которые считают вот эту книжку самой объективной работой о Сталине, они издали двухтомник. Они издали двухтомник. Немного они похитрили там в плане цензуры. У них же цензура. Говорит, вот у нас цензура. Я говорю, нет, что до вашей цензуры. Нет. Ну, я говорю, ну, вы оставили там выражение Мао Цзэдуна о Сталине? А это какой? Я говорю, хитрый заморский черт. Не-не-не, мы это убрали. Ну, ладно. Ну, Мао Цзэдун имел все основания, так сказать, иметь свое мнение о Сталине. Но, тем не менее, когда Сталин умер, Мао Цзэдун пришел в посольство. Знаете, что он сделал? Ну, кроме того, что в записи он заплакал. Там вот это, вот это интересно. Хотя он к Сталину относился как к конкуренту, но это другая тема. Чем я руководствуюсь? Какими принципами, когда пишу? Это принцип историзма. Что это такое? Когда героя исторического мы помещаем в обстановку его жизни. Мы не оцениваем со стороны там Гагского какого-нибудь там культурно-треггерского сообщества или современных либеральных ценностей. Как говорится, здесь родос, здесь прыгай, как древние греки говорили. Поэтому и этот принцип выразил даже Сергей Михайлович Соловьев, наш знаменитый историк. Надо оценивать по тем временам. У Гегеля в этом плане интересная мысль. Говорит, что обстоятельства жизни героя гораздо важнее, чем обстоятельства его характера. Ну, то же самое, по сути дела. То есть, с другого боку. Поэтому, когда я доехал до этого места и стал сравнивать Сталина, Столыпина, Николая Второго, который тоже был реформатором, но не успел. Потому что есть такая тенденция считать Николая Второго вообще чуть ли не придурком. Но это тенденция первых лет революции, когда большевикам нужно было отталкиваться от чего-то. Совершенно другая тема и другая политика. Ну, вот как сейчас происходит, что вот Советский Союз, это, в общем, тоже отстой. Ну, это не очень правильно. Надо с уважением относиться к предшественникам. Докладываю. Докладываю. Опять же, со времен первой индустриализации, которую проводили во времена Витта и Столыпина, двух премьер-министров, очень крупных все, в то время выходила библиотека, кстати, биографическая, вот, солдатенкова. Поэтому ЖЗЛ, как жанр, он, этот жанр произошел тогда под впечатлением, по заданию, что ли, этой эпохи индустриализации. Большевики пришли к власти под и для завершения индустриализации, которая и им понадобилась инструмент образования крестьянского массового населения, там, 80-85%, и далеко не все были грамотны. Поэтому нужно было образовать. Что такое история? История – это биография. Прежде всего, это биография. Поэтому возникла или реакорнировалась ЖЗЛ, жизнь замечательных людей. Поручено это было самому мобильному, молодому, энергичному издательству «Молодая гвардия». Сталин, как руководитель, он, во-первых, был очень начитанный. Как вы думаете, сколько книг насчитывало ее в библиотеке? 20 тысяч книг. Причем, районная библиотека, как средняя, это 3 тысячи книг. И в этих 20 книгах, 20 тысячах, почти во всех были его отметки. Более того, студент средний за курс обучения должен прочесть где-то 100 книг. Вот, посмотрите, значит, аппарат книжный, которым руководствовался Сталин, вот, был огромен. У него там была масса книг именно по биографической. Какие-то книги даже он стимулировал, например, там, Шолохова или Островского. Книги, которые тоже молодая гвардия издавала, касающиеся развития тех или их профессий наук. Вот, то есть, это была образовательная, огромная политика. Вот, я пример приведу, связанный, может быть, не с книгоизданием, но, в принципе, с культурой человечества. Когда произошла эта революция, оказалось, что население просто не то, что малограмотное, в каких-то вещах дикое. В некоторых селах, как этнографы говорили, не было фельдшера, но был колдун. и так далее. Других примеров не буду приводить. Ну, с точки зрения санитарии, огромные были потери населения из эпидемии. Что делала советская власть? Это мне мой друг Леонт Бакерия, кстати, здесь его биография была издана с моей подачи. Вот, он мне рассказывал в этом плане. Говорит, создали сразу примерно 30 медицинских вузов, с ускоренным образованием. И направили во все регионы. Для чего? Чтобы прежде всего заняться санитарией, убрать эти источники заразы. То есть, ЖЗЛ это своего рода биографическая санитария, ну, или прочистка. Вот вам такой образ. поэтому индустриализация социалистическая, она должна была опираться на культуру. Это не любовь. Это часть моей жизни. Честно, я же тут работал. Я был главным врачом роддома молодогвардейского. Знаете, что это такое? Это редакция по работе с молодыми авторами. И вот я ею руководил и масса молодых тогдашних вообще юных писателей, которые сейчас классиками стали, я их выпустил. Ну, там, не знаю, вот Юрий Поляковым издавался мне. Светлана Алексеевич не к ночи будь помянута была моим автором. Скромная девушка такая вот из Белоруссии, одинокая, в семейной жизни мне показалось не очень удачно. очень милая все, и хорошо писала то, что требовалось, так сказать, комсомольской пропаганде. Сейчас она известный лауреат Нобелевской премии. Ну, ладно, это ее проблемы. Да, все проблемы. Кого-то надо было отстаивать, потому что тут же была система цензуры, самоцензуры, с кем-то пришлось бодаться, в смысле с начальниками. Ну, знаете, молодая гвардия относилась руководством к довериям к своим заведующим редакциям. Если тянешь, значит, мы тебе доверяем, давай, вперед. Вот, это азбука была. У нас была целая система формирования, что ли, авторов, ну, начать с того, что у нас были альманахи, в которых мы печатали прозу, стихи начинающих. Это не книги, первая ступень. Если надо было, мы в командировке посылали куда-нибудь там, в провинции, посмотри, в чем нужно, приведи очередь, мы очередь напечатаем. то есть, такая была воспитательная работа. Как верблю где? Ну, я вам скажу, что другие мои предки там были купцами, земскими деятелем, то есть, это была такая средний класс. У них были библиотеки, вот в чем фокус. Были библиотеки, и они читали книги. И для того, чтобы своего отпрыска наставить на пути, он говорит, тут ты это прочитай, вот это прочитай. А без книги ноль. Вот я, если молодые люди увидят сегодня, если вы хотите быть успешными в жизни, вам нужно прочитать, ну, наверное, как говорил Савенко, это Лимонов, почитать определенный набор книг, очень важных, прицельных имен. Ну, начните с Жизеев, потому что там и эпоха есть, и личность, и борьба этой личности, ну, за то, чтобы выдвинуться, свои идеи провести в жизнь. Поэтому, ну, еще, я жил в Донецке, да нет, Донецк, это, как Гумилев, Лев Николаевич, он говорит, что было, всего в России было пять пассионарных зон. Это Москва, Санкт-Петербург, Урал, Баку, Кавказ и Донбасс. Это население было нацелено на прорыв. Вот, и действительно, до сих, вот видите, Донецк воюет, он неспроста вы, там, такое население, я сам один из них, я почетный гражданин города Донецка, между прочим, да, вот, мои предки, там, в пяти поколениях горные инженеры, горные инженеры, это вообще особо, это, нужно спускаться туда, в подземелье, где тебя каждый день может вообще и не выпустить эти шахты, эти горные черти, они там, у них название сидят, могут не выпустить, потому что особое отношение к жизни и к профессии, поэтому там ценят, там очень ценят взаимовыручку и товарищеские отношения, но это несколько не литературе, не тем не менее, я вам честно скажу, молодая гвардия никак не была в моей жизни, почему? Потому что была именно книгоиздательская политика советская, вот, я не то говорю, что вот я буду работать в молодой гвардии и сдаваться, значит, давай я почитаю предварительные книги, этого не было, вот, ну, дома были книги? Да, были книги, конечно, молодой гвардии, да и не только молодой гвардии, ну, в юности я интересовался больше шахматами, я был чемпионом города Донецка среди юношей по шахматам и увлекался именно шахматами, это целая вселенная, которая показывает, ну, как бы вам сказать, методы, способы познания мира, применение своего знания к каким-то обстоятельствам, это вообще лучше делать. Алекхин или вообще правильно Олехин говорить, Александр сделан здесь, книга вышла, ну, в принципе, шахматами меньше интересуются, чем детективами, сейчас же рынок, а рынок это рассчитан на какой-то другой уровень, вот, но я вернусь к этому, общий культурный уровень времени, вот я бы так сказал. В 1973 году я пришел работать в Молодую Гвардию, а как автор в 1968 году, как на первом курсе литературного института. Когда Валя была еще книгоиздатель, издательским концерном, тут масса журналов было, в один из журналов я пришел и напечатал первую очередь, а потом поехала. Это этап какой-то, я знал, ну, если у меня это все советский писатель, писательское издательство номер один меня выпускает, я уже примерно представлял, где я нахожусь среди этой молодой поросли. Вот, ну, и так сказать, нахально пер вперед. Больше или не больше? Ну, наверное, больше, да, потому что потребность была. Вы знаете, сейчас другая технологическая эпоха, это, которая перечеркивает, даже отодвигает на задний план книгоиздательскую отрасль. Потому что получить информацию в то время, когда я был молодым, как можно было? Телевидение, радио, книга. Книга была базисным явлением для получения информации. Не просто информации, что там завтра, сегодня, политически, но философски, потому что писатель, это был, это проповедник, это учитель. Вот что, что стояло за каждой книгой или за многими книгами. Поэтому, конечно, книга была явлением, явлением, которого сейчас нет. Но книга останется всегда, навсегда, потому что я обладаю возможностями в компьютере читать все, но не сравнить бумажную книгу, знаете, как ею пользоваться, владеть информацией оттуда, из интернета. Вот это, это разные, по качеству даже, по качеству восприятия вещи, это разные вещи. Поэтому книга останется, можно сказать, сжимание культурного пласта населения тоже будет происходить, потому что, оказывается, не нужно столько умных людей, они даже мешают развитию. Ну, будем объективными. но главная книга как движитель, он останется, это, это, навечно. Ну, вы знаете, я ни в каких очередях не стоял, была лавка писателей, где писатели ходили и там получали все дефицитные книги. Вот. Но, дефицит книг был. Это, подписные издания, значит, за макулатуры талоны, люди сдавали макулатуру, получали талоны, по которым подписали, получали подписные издания. Все это было. Ну, опять же, способ распространения и потребностей где-то, как разная линия. Конечно, было, да, было. Я даже сейчас имею там кучу книг там по философии все, думаю, ну, сейчас-то они мне не нужны, а выбросить жалко. Во-первых, у нас достаточно свободно. Не было такого, что ты должен прийти в 9 часов или 8. Ну, пришел в 10, хорошо. Хочешь, даже, мне разрешалось в архивах работать. Я думаю, потому что процесс идет. И тут не было, ну, вот, жесткой и даже неудобной дисциплины. Потому что автор любой мог прийти, двери были открыты, никакой охраны. Пришел, встретил, отдал рукопись. По законам обращения с почтой трудящихся, издатели попадали тоже по закону, нужно было в течение 30 дней ответить на эту рукопись. то есть отрецензировать, квалифицированное заключение. Поэтому вот это с одной стороны важно, с другой стороны очень тягомотное обязательство, потому что графоманы были сплошь и рядом, шли, а вы должны, я ветеран, я герой, я там все, черт, геройский человек. Ну, пишешь ты не то, что нужно. Поэтому еще условия цензуры, нельзя было конечно писать то, что не попадало что ли под так сказать луч пропаганды официальной, все это было. Но ваш вопрос как, ну, пришел, сел, поговорил со своими подчиненными, какие у нас проблемы, какие сроки, какие ответы, какие мы ответы написали, я их подписывал. Ну, в общем, обычная рутина, тут ничего особенного нет. Главное происходило вот, когда прочитал, все, вот это хорошо. И это начинаешь объяснять, доказывать и подкреплять рецензиями, еще обязательно рецензии должны были профессионалам. Когда прочитал, написал редакционное заключение, дал главному редактору, он посмотрел, ну, что, хорошо, хорошо, ну, Ну, примерно так. В то время, когда я работал, проблемы выживаемости не было. Тиражи были огромные, рынок был не заполнен, некоторые книги издавались там 200 тысяч, там, ну, некоторые даже 300 тысяч ными тиражами. Это огромные гонорары, кстати. Когда в день, вы там, два раза в месяц выплаты гонорар, в кассе молодой гвардии выстраивалась очередь, там, кроссмейстер Котов или академик, или писатель известный, стояли все, и скромные журналисты тоже ждали. Но вот демократия, вот выражаемая вот в этой палитре, что ли, она показывала, что это народное значительство. По-другому они сказали, вот они все пришли, трудящиеся, вот так, как в Библии сказано, трудящийся достоин пропитания. И книга кормила. Шукшин, Остафьев, Белов, это всех их знал, потом кто, Залыгин Сергей Павлович, это мой учитель в ЛИТ-институте, Юрий Трифонов, да, кого еще? Да хватит, надо перечислять. О, Леон Антонович Бакерия, замечательный человек. Ну, во-первых, он грузин, потом он говорит, я советский человек. Он сирота, в смысле, отец умер военной войны, вот, и он приехал поступать в ВУЗ в Одесский, он туда не поступил, он работал на стройке в Сухуми, потом пришел, приехал сюда. читал мои книги, мы с ним старые товарищи, он тоже первозрядник по шахматам, он очень читает книги, это главное, вот, и я ему говорю, Леон Антонович, ну вот, молодая гвардия, а Юркин говорит, ну, приведи Бакерию, я говорю, поехали туда. Ну, мы с ним приехали, молодую гвардию, вот, я говорю, вот, мой друг Бакерия, вот, а мой друг Юркин, ну, что-то должно произойти. Юркин говорит, биографию можем написать, в серии, жизнь продолжается, это его придумка, жизнь продолжается, вот такая подсерия, ну, да нет, все, мне некогда, все, я говорю, Леон Антонович, ну, помрете, ну, напишу, черти что, ну, давайте прижить, он говорит, я говорю, да, ну, давай, так и написать, ведь, жизнь конечна, а книга вечна, о, вот я вам максимум придумал, дорогие читатели книг, в том числе и читатели, и выросшие на книгах молодой гвардии, особенно книгах Жезеев, будьте здоровы, и бодры, и вечно молоды, потому что молодая гвардия, база вашей доброй дальнейшей судьбы, я бы так сказал, потому что без молодой гвардии ваша судьба будет неполной. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова